Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню! Я в очередной раз к вам с диетическим рецептом. Сегодня я приготовлю котлетки или рулетики куриные. В недалёком прошлом было достаточно популярно такое блюдо, котлета узбекистон. Готовились такие котлеты из птицы, филе отбивалось, в середину укладывался фарш, добавлялось сливочное масло, другие ингредиенты, заворачивался такой рулетик, далее он обваливался в панировочных сухарях и обжаривался во фритюре. Я же приготовлю диетический вариант этого блюда. Я взял куриную грудку для этого, это нежирное диетическое мясо. Тоже приготовлю фарш, немного добавлю сыра в этот фарш и зелени для аромата. Ничего сложного в этом нет, блюдо приготовить достаточно просто. Получается оно низкокалорийное, невысокой жирности, но при этом здесь просто огромное количество белка, который так необходим нашему организму. У грудки нужно обрезать малое филе, оно пойдет в фарш. Вот этот тоненький кусочек. Обрезать лишние жилки, жир. И разрезать на две такие плоские части филе. Подготовлю посуду для фарша. Вот еще одну грудку я тоже уже подготовил. Теперь эти кусочки надо отбить. Укладываю на филе пакет и отбиваю. Вот такая тоненькая отбивная получилась. Вот эти вот края неровные можно тоже обрезать и добавить в фарш. Отбитое филе пока уберу. Приготовлю фарш. Прокрутить его можно через мясорубку. Но тут его немного не хочется доставать. Мясорубку пачкать ее. Просто мелко порублю его ножом. Получится рубленый фарш. Жилки обрезаю ненужные. Измельчить можно и в блендере, если у вас есть такой небольшой или стационарный. Я сначала нарезаю на кубики, а потом еще буду измельчать. И измельчаю курицу ножом, чтобы фарш получился помельче. Можно вот пяткой ножа хорошо. Достаточно мелко получается то, что нужно. Отправляю фарш в глубокую тарелку. Нарежу зелень мелко. Уже можно поставить разогреваться духовку до 180 градусов. Для этого блюда я взял петрушку и укроп. В небольшом количестве, буквально по две веточки. Отправляю зелень в фарш. Натру сюда сыр на мелкой терке. Я взял сыр небольшой жирностью. 20%. Если вам такой найти не удастся, возьмите творожный сыр. Творожные сыры, как правило, менее жирные. И они тоже подойдут для этого блюда. Главное, чтобы он не был кислым. Потому что у творожных продуктов бывает повышенная кислотность. А кислотность это не очень хорошо для ЖКТ, если вы соблюдаете диету. Немного подсаливаю. И тщательно перемешиваю. Наверное, сделаю это руками, потому что так удобнее. Лучше смешается. Запах такой уже пошел. Теперь буду собирать рулетики или котлетки. Укладываю отбитое куриное филе. Укладываю в центр фарш с сыром. И вот так заворачиваю. Вот такой рулетик получился. Леплю руками котлетку. И укладываю в форму для запекания. На всякий случай скреплю зубочистками в районе шва. Чтобы корочка сохранила форму. Я положил швом вверх, чтобы сыр, когда расплавится, не вытекал. Оставался внутри. Отправляю в разогретую духовку. И буду запекать примерно 30-40 минут при температуре 180 градусов. Рулетики запеклись. Я достал их из духовки. Дам им немного остыть. Сильно запекать их не нужно. До такой коричневой корочки слегка подрумянилась. Курица побелела. Значит они готовы. Если хотите перестраховаться, один можете разрезать и посмотреть, что внутри. Зубочистки можно вытащить. Получились красивые. Замечательно. Замечательное блюдо. Выглядит очень здорово. Легко режется. Курочка мягенькая. То, что нужно. Очень вкусное, диетическое, питательное, полезное блюдо, которым я с удовольствием с вами делюсь. Куриные рулетики или котлетки, называйте как хотите. Главное, что это очень вкусно. Мне кажется, что на котлеты это больше похоже. Поэтому назовем это блюдо диетический вариант котлеты Узбекистон. Удивляйте себя, своих родных и близких. Несмотря на то, что это блюдо диетическое, оно отлично подойдет для здорового питания. Для тех, кто диету не соблюдает, это действительно очень вкусно, полезно для нашего организма. Поэтому питайтесь правильно, получайте гастрономическое удовольствие от еды. И, конечно же, будьте здоровы. Продолжение следует...